Дорогие гости, выпускники и родители, я искренне рад стоять здесь перед вами и говорить мою последнюю речь, быть честным. Я не ожидал, что я стану лучшим волонтером, потому что где-то я на первом курсе услышал, что есть майнер-диплом, потом я его забыл и в начале второго курса была ориентационная неделя, на которой я очень сильно хотел поволонтерить. Но бывают такие случаи, что ты не успеваешь следить и регистрация на волонтерство проходит в другой группе WhatsApp. И я проспал это. И когда я понял то, что я пропустил регистрацию, я побежал в колледж, где Азем мне уже сказала, что вот команда готова, мест нет. Мне, конечно, немножко расстроился тогда, но после долгих уговоров меня все-таки взяли, и я был в составе команды. Для меня волонтерство – это идеальный микс служения обществу и приятного времяпровождения с моими друзьями. Знаете, то чувство, когда ты волонтеришь допоздна, сидишь, на улице темнеет, а ты репетируешь Дору, или кто-то из волонтеров не успеет вынести микрофон, и Азем скажет заново, и нам придется все заново крутить, волонтерить. Это крутые чувства. И когда наступает День Икс, и ты с улыбкой до ушей встречаешь всех фрешменов, которые не знают, кто они, где они, что их ждет, и ты начинаешь с ними работать, и проникаться к ним с сочувствиями, и готовить к шоу талантов. И вот в первый день они такие тихие, застенчивые ребята, но уже на следующий день те же самые ребята делают настоящее шоу на шоу талантов. И знаешь, когда ты сидишь и смотришь на все это, и ты чувствуешь эту гордость за них, и ты говоришь про себя, это мои фрешки. Это крутые чувства. И знаете, такая подготовка происходит перед каждым крупным мероприятием, начиная от ретационной недели, заканчивая выпускным. И после всего того, что я прошел всех подготовок, я понял одну вещь, то, что если я сам себе скажу, что я лучший волонтер, от этого в реале я им не стану. Я стану лучшим волонтером после того, как буду усердно трудиться на благо общества. И сейчас, после всего, что я прошел, я искренне благодарен всему моему колледжу, и в особенности Азим, за то, что она устраивала все мероприятия. С такими эмоциями. И я так благодарен моим друзьям, которые прошли все эти три года вместе со мной, то, что я вместе с ними прошел настоящий путь трансформации. И знаете, мы начинали от самых диких проектов. И яркий пример наших проектов, это была озвучка Шрека на кыргызском языке. И я, кстати, был Шреком тогда. И знаете, от таких проектов мы как раз таки дошли до FMP, демо дней, гранд-финалов. И это замечательно. И вместе с моими друзьями я из детства перешел во взрослую жизнь, находясь здесь и обучаясь в колледже. И люди, которые поддерживали меня все это время, и которые направляли нас, не только меня, но и всех студентов, которые сидят здесь, это наши учителя. И я им очень сильно благодарен за то, что они были все это время со мной. И для меня вы не просто учителя, для меня вы настоящие друзья, которые были со мной рядом, поддерживали меня, давали советы. И я очень за это вам благодарен. Знаете, я когда писал эту речь, я сидел в колледже. И тогда по коридору бегали брей-инноваторы. Они игрались, веселились. И в это время, когда я писал, я смотрел на них. И знаете, я видел в них себя на первом курсе с друзьями, когда мы бегали, игрались, сидели на парах, смеялись. И в какой-то момент я, возможно, им завидовал. У них все еще впереди. И такого вот... У меня осталось такое последнее желание. Это, наверное, еще один безмятежный день в колледже с моими друзьями. Потому что это прекрасно, когда ты сидишь, и у тебя есть друзья, с которым ты проводишь время. Это... Я прошу всего лишь один день. Ни неделю, ни месяц, и всего лишь один день. Я так им благодарен. Все мои дни в колледже можно описать одной цитатой. Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях. И это прекрасно описывает. Напоследок я хочу сказать большое, огромное спасибо моей семье за то, что они стояли вместе со мной с моего рождения и проходили мой жизненный путь. И знаете, я искренне им благодарен. Вон сидят мои родители, моя тетя, мой дедушка, моя сестренка. Я им очень благодарен. И знаете, всегда любите их, потому что жизнь, она очень, очень может завернуться. И вы не знаете, что может быть впереди. Так что очень любите их и цените каждого. И не обижайтесь, если что-то случается, то это всего лишь жизнь. Они тоже живут впервые. Так что любите их и цените. Всем спасибо.